Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Развитительская деятельность святых Кирилла и Мефодия Имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия золотыми буквами вписаны в историю православной святости. Их жизнь стала зримым исполнением завета Спасителя, полученного апостолами в Галилее. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Жертвенный подвиг ученых братьев на Ниве Просвещения заложил основы письменной славянской культуры и способствовал становлению многоликой восточно-христианской цивилизации. Начало славянской миссии святых Кирилла и Мефодия относится к 863 году, когда моравский князь Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу Третьему с просьбой прислать миссионеров для распространения христианской проповеди среди славян, населявших Моравию и Панонию. Выбор императора пал на двух братьев. Константина, так звали святого Кирилла до принятия монашества, и Мефодия, известных своей ученостью, красноречием и благочестивой жизнью. Прибыв в Моравию, святые братья привезли с собой созданную незадолго до этого славянскую азбуку, а также переводы на славянский язык некоторых богослужебных книг. Самоотверженное служение святых в деле распространения христианской проповеди, их жертвенная готовность послужить людям даже до смерти, снискали им любовь моравского народа, который всей душой принял благую весть о спасении и потянулся к христианству. Однако враг рода человеческого, видя успех христианской проповеди, восстановил против святых миссионеров священнослужителей, присланных из Рима незадолго до приезда Константина и Мефодия. Видя в деятельности братьев угрозу своему влиянию и доходам, они во главе с местным епископом выступили против совершения богослужения на славянском языке. Как часто бывает, что человек, всем сердцем преданный Богу, и беззаветно служащий ближним, оказывается в поругании. Как правило, в основе такого отношения к служителям Божьим лежит зависть. Видя, что Господь во всем споспешествует праведнику, завистники ополчаются на него и стремятся во что бы то ни стало навредить ему. При этом, движимые неприязнью, они не останавливаются ни перед чем. Чтобы снова получить возможность проповедовать, братья были вынуждены отправиться в Рим, дабы испросить у римского папы благословения на свои труды. В дар папе Адриану Второму святые братья передали мощи священно-мученика Климента Римского, обретенные ими незадолго до этого в Херсонесе. Папа принял братьев с почетом. Он даже распорядился положить славянские книги в одном из римских храмов, тем самым узаконив славянский язык в качестве богослужебного. Хотя братья мечтали поскорее продолжить свою апостольскую миссию, тем не менее они были вынуждены остаться в Риме еще на два года. Одной из причин этого было все ухудшающееся здоровье Константина. В начале 869 года он принял схему с именем Кирилл, а 14 февраля скончался. Дело брата продолжил Мефодий, рукоположенный папой в архиепископа Моравии и Панонии. Однако его усердие вновь восстановило против него завистников и недоброжелателей из числа немецкого духовенства. Будучи человеком смиренным, он продолжил несение своего креста, даже находясь во враждебном окружении. До своей блаженной кончины, последовавшей в 885 году, святой Мефодий завершил перевод Библии, Нома Канона, византийского сборника церковных законов, и Патерика, книги о жизни преподобных отцов. После смерти святителя его врагам удалось реализовать свои замыслы. Славянская литургия была запрещена, а ученики и последователи святых братьев изгнаны из страны. Кирилл и Мефодий не случайно прославлены церковью в лике равноапостольных. Подобно ученикам Христовым, они сеяли семена Христовой истины среди народов, были гонимы, становились жертвами клеветы. На своем личном примере они исполнили слова апостола Павла «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Но Господь всегда вознаграждает смирение и усердие тех, кто беззаветно и преданно служит Ему. Несмотря на, казалось бы, трагический конец проповеди святых Кирилла и Мефодия в Моравии, их дело не умерло. Напротив, посеянное ими семя упало на добрую землю и принесло плод. Ученики равноапостольных братьев нашли убежище в Болгарии, которое стало новым центром славянской письменности. И уже через Болгарию наследие равноапостольных просветителей проникло в другие славянские земли и оказало огромное воздействие на религиозную жизнь и культуру Руси, Сербии, Чехии и Хорватии. Благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия славяне услышали благую весть о Христе на своем родном языке. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok